Здравствуйте! Пишите только о миграции. С чем это связано? Это связано с тем, что я считаю, что на территории России мигранты – это самые бесправные люди. Я начала писать 20 лет назад, увидела это, увидела, что статьи не всегда, редко помогают. И еще в 90-м году создала первую общественную организацию, потом в 93-м – вторую, а в 96-м было создано международное общественное движение «Содействие мигрантам и их объединение». Называется «Форум переселенческих организаций». Там, кстати говоря, очень много бывших граждан Казахстана, которые приехали в Россию и вынуждены были начинать жизнь с нуля. И по помощи им, это как бы мой крест, это уже до конца жизни, наверное, никуда не денешься, приходится реально помогать, общаясь с властями. И, конечно, писать. Да, более 500 статей на тему миграции. И про трудовую миграцию я, конечно, пишу. — Лидия Ивановна, у нас в Шымкенте вы проводите мастер-классы с журналистами. Вот как вы считаете, вот на ваш взгляд, наши шымкентские журналисты, насколько трезво оценивают проблемы миграции? — Честно говоря, я еще не успела познакомиться с их творчеством, только ночью прилетела. Однако же с ними лично, с троими из них я так вот визуально увиделась. И, судя по вопросам, которые они задают во время проходящего сейчас мастер-класса, это люди, у которых болит. Потому что, когда пишем миграции, это такая трагедия, что писать равнодушно, не имея желания как-то помочь, защитить права человека. По-моему, просто грешно. Вот. Ну, будем надеяться, что мы найдем с ними общий язык, и что наша беседа чем-то поможет им. — Угу. 24 октября текущего года президент России подписал указ, который вызвал большой резонанс, в общем-то, да? И, я так понимаю, не только в России, даже в вашем новом журнале «Миграция XXI век» есть ваш материал, который называется «Украли гражданство». Вот ваше мнение по поводу этого указа. — Ну, указ президента Медведева фактически отменил упрощенный порядок получения гражданства, который существовал много лет, с 1999 года. — это четырехстороннее соглашение международное между Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией и Россией. Согласно этому соглашению, граждане обеих государств, приезжая туда или в ту или иную страну, в течение трех месяцев могли получить, без бюрократических мытарств, которые ужасны в России, при получении гражданства могли в течение трех месяцев получить российское гражданство. Теперь наш президент подписал документ, я говорю подписал, боюсь, что не глядя, потому что он юрист, и если бы он его внимательно читал, но сейчас было очень такое время волнующее, ему просто, можно сказать, его подставил аппарат. Это незаконный, я считаю, указ, потому что, ну не может президент одной стороны, одной из четырех стран, единолично отменить международные соглашения. Это противоречит всем международным нормам, Конституции России. Понимаете, это козни, я считаю, миграционной службы России, которая очень, очень скупо выдает гражданство российское, не понимая, что Россия вымирает, нам очень нужно новые граждане. Если человек едет, тем более по четырехсторонним соглашениям, люди приезжают, те, которые имеют в России близких родственников, это право любого человека. Сейчас глобализация, сейчас мир смешался, люди имеют право ездить спокойно. Так вот, дело в том, что это соглашение было именно направлено на помощь таким людям. Раньше три месяца, теперь три года. И можно себе представить, что значит люди, которые отправили контейнер, собирались через три месяца начать нормальную жизнь, потому что без гражданства, гражданства ведь и на работу нормальную, легитимно не устроишься. И очень много всяких проволоков, очень много лишений испытывает человек, у которого нет гражданства. Так вот, теперь они обречены в течение минимум трех лет ходить со всякими справками, в миграционную службу, получать длительное восхождение к самой процедуре подачи заявления на гражданство. Сначала нужно получить регистрацию постоянную, потом нужно получить РВП, разрешение на время движения, потом вид на жительство. И только где-то, через, к третьему году можно подавать заявление на гражданство, а по пути столько можно придираться. У нас чиновники, к сожалению, корыстолюбивые. И порой законы неплохие. Такие подзаконные акты, инструкции, которые загоняют человека в угол, из которого без взятки, извините, грубо будем говорить, не выберешься. Вот они обречены на это. Это совершенно возмутительный случай. Не имеет права ни одна сторона, а четырехстороннее соглашение отменять ни в коем случае не имеют. Тут, правда, понимаете, наша миграционная служба подставила президента и сделала очень хитро. Они убедили там разные инстанции до того, как был написан этот указ, что они-то вообще меняют только порядок, что соглашение остается. Ну, простите, пожалуйста, если соглашение четырехстороннее, повторяю, из Казахстана в том числе, называлось об упрощенном порядке получения гражданства в той и в другой стране, так если это упрощение, упрощенного порядка нет, соглашение они оставили. Ну, как же, если оно потеряло силу? Понимаете, такой вот обман, я написала об этом статью, и обращение к президенту, да, может быть, к чему-то это поможет, но пока ситуация ужасная, потому что очень многие люди, повторяю, самая большая миграция на переселение, фактически репатриация из Казахстана. Они приехали, допустим, 23 октября, собрали тоже несколько, самые маленькие документы, очень малое количество, по старому порядку, пришли 24-го. И им уже отказали. И в тот же день, как был опубликован, в тот же день уступил действие. Это совершенно необъяснимо. И вы знаете, вот я сейчас провожу мастер-класс, и мои коллеги, журналисты разных стран, в том числе Казахстана, возмущаются, и, возможно, мы вместе напишем открытое письмо Назарбаеву с просьбой вмешаться, потому что, как я понимаю, ваш президент свято чтит законы, а это закон, международное соглашение, вообще всегда выше национального законодательства. Я понимаю, что Казахстану, может быть, не хочется отпускать русских, но если речь идет о восстановлении семей, о воссоединении семей, ну, если едет мать к дочери, там, дочь к матери, ну, как можно препятствовать? Так что, может, мы напишем такое письмо с просьбой, с просьбой, ну, объяснить нашему молодому президенту, что так поступать нельзя. Я пользуюсь случаем беседы с вами. Хочу сказать вашим гражданам Казахстана, которые сидят на чемоданах, думая перебираться в Россию, к сожалению, сказать, пока не спешите, потому что сейчас вы можете попасть в очень двусмысленное положение. Что ж, спасибо за разъяснение, Лидия Ивановна. Вы обладатель Золотого пера России. Насколько сложно было добиться этого звания? Ой, вы знаете, этого я совершенно не добивалась, абсолютно не добивалась. Это меня наградило, это высшая, действительно, журналистская награда. Кстати, не единственная моя за последнее время за то, что я 20 лет пишу в защиту мигрантов, да, меня даже в прошлом году Путин наградил государственной премией. Вот так, знаете, интересно в нашей стране. Я их речку, и они меня награждают. Наверное, потому что я пишу правду. Лидия Ивановна, скажите, пожалуйста, вот такая насыщенная работа, да, то есть вам постоянно приходится сталкиваться с огромным количеством чужих людей, да, с огромным количеством их проблем. Вы сказали чужих? Да. Вы неправильно сказали. Ну, хорошо, вот давайте так. Для меня человек не чужой. Самое страшное, что мне приходится постоянно сталкиваться с большим множеством несчастных, несправедливо обиженных людей. И это не дает успокоиться. И хотя я ужасно устала, потому что вы представьте себе, 20 лет подряд. Вот я и хотела спросить, а жизни, обычной домашней жизни, это не мешает? Вы знаете, у меня, слава богу, прекрасный муж. Он довольно знаменитый сатирик, писатель. У меня один сын и три внука. И времени хватает или нет? Вы знаете, ну, слава богу, многие уже, многие уже подросли. Знаете, как-то Бог дает. Я считаю, что я делаю правильное дело, потому что на территории России трудовые мигранты попадают порой в рабство, в настоящее. Это стыдно признать, но на территории России так называемые гастарбайтеры попадают в страшнейшие нечеловеческие условия, их эксплуатируют безбожно, а потом порой выбрасывают, не заплатив ни копейки. То есть рабство существует в России. Я не раз писала это в разных изданиях, да? Ну вот. А переселенцы, которые возвращаются в Россию или вообще выбирают Россию, очень мучаются в этих бюрократических тисках. Наверное, я делаю нормальное дело, и мне поэтому... У меня есть жизнь, да, у меня есть жизнь, у меня есть друзья. Другое дело, что очень редко приходится с ними встречаться, но ничего, ничего. Они терпят? Вы знаете, они терпят, правда, порой, допустим, мой давний-давний друг, такой знаменитый писатель, Фазиль Искандер, возможно, вы знаете. Знаю, да. Фазиль Искандер мне говорит, слушай, ты знаешь, мне с тобой стыдно встречаться, ты там все время воюешь, воюешь, а мы тут как бы в стороне. Ну, мне очень горько, что раньше, когда я работала в Комсомольской правде, в литературной газете, я писала о разных интересных сюжетах. Теперь миграция, 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 миграция. Теперь многие мои друзья моих статей не читают, но я пишу их для чиновников, чтобы повлиять, недаром я член правительственной комиссии по миграционной политике. Так что, знаете, я когда-то, ну, в общем, мой девиз жизни, знаете, какой, вот с юности осталось такое вот убеждение, мне каждый день надо себе доказывать, что я не напрасно живу на свете, а не напрасно, значит, каждый день хоть кому-то, хоть капельку помочь. Что ж, Лидия Ивановна, большое вам спасибо, что вы выбрали время и к нам пришли. Желаю вам удачи, чтобы каждый ваш день удавался и на память о нашей встрече свежий номер газеты «Раба». Спасибо большое. Вот, кстати, журналист «Раба» на моем мастер-классе. Да. Да? Да. Да.